Это Northern Storm Wrestling, у микрофона снова Алексей Красильников, и мы продолжаем смотреть очередное шоу NSW. И на нем, как обычно, было много всего интересного. Были рестлеры из NSW, и из NFR, и именно их матч, мы сегодня посмотрим. Да, конечно, многие жаловались, многие повнищались, удивлялись, что Антон Терябин и Ронни Кринсон проведут свой матч вскоре после их противостояния на шоу NFR. И якобы это противостояние, этот бой, непосредственно этот матч станет вторичным, станет пушным, станет неинтересным. Но, знаете, никаких сомнений ни в классе Антона, ни в классе Ронни нету. Вот поэтому я лично этого матча ждал с очень большим нетерпением. Мне очень интересно, что эти рестлеры смогут продемонстрировать, как они смогут удивить, благо они относятся... Знаете, можно по-разному относиться к исполнительскому мастерству российских рестлеров. Я лично всегда очень высоко его оцениваю, благо в данном случае ситуация полностью того заслуживающая и оправдывающая. Вот, но, я не знаю, нельзя, по-моему, поспорить с тем, что Ронни Кринсон – это один из самых одаренных, самых талантливых, самых, поточнее сказать, самых креативных рестлеров российской сцены. Что касается Антона Терябина, то, я думаю, здесь глупо в принципе спорить с тем, что Антон один из, самый, наверное, один из, не знаю, когда вещи не спят, чтобы никого не обидеть, самый харизматичный рестлер России, ну, по крайней мере, совсем близко вот к этой позиции. И я не побоюсь этого слова, вполне на уровне самых харизматичных рестлеров Европы. Вот, и, соответственно, на этом фоне любое противостояние рестлеров такого класса, такого уровня, в которых за плечами не один десяток матчей и множество матчей, в том числе и между собой, и друг против друга, и друг за друга вместе пройдено, казалось бы, все. И на данный момент эти рестлеры находятся и в группировке в общей, и несмотря на временное такое-то, знаете, противостояние, они, тем не менее, находятся вместе. Вот, и все это, знаете, обеспечивает, практически обеспечивает, практически гарантирует нам всем, что зрелище будет высочайшим уровнем, естественно, по нашим меркам, которые, в принципе, давно уже нас приучили. И ребята из NFR, и сейчас под этот уровень подтягиваются и новички из Новым Сторм. Этот уровень очень-очень достойный. Давайте смотреть, судит рефери из Москвы Максим Иронов. Рестлеры начинают не торопясь, естественно. Они уже немножечко, знаете, друг к другу попривыкли. И вот этот матч, который произошел на шоу NFR, уже во многом дал им пищу для размышления. Вот, и Антон будет пытаться защищать чемпионский титул в Санкт-Петербурге. Напомню тоже, что эти рестлеры достаточно часто и с большим удовольствием приезжают в Питер для того, чтобы выступить и в каком-то, знаете, в сольном режиме, и в командном режиме. Вот, и с рестлерами NFR, и с рестлерами NSW. То есть, всегда приятно видеть их в ростере, всегда приятно их видеть. Ну, даже не то, что в ростере плохое слово, неправильно я подобрал. Всегда приятно их видеть на ринге в зале NSW, потому что это всегда приток дополнительного внимания и дополнительного интереса к шоу начинающего питерского промоушена. Вот, а Антон и Ронни, обниявшись, Андрагоми, и начинают в этом матче вдумывать что-то новое. Пока следует попытке закрутить руку друг другу. Естественно, в этом плане, конечно, сложно будет Ронни, потому что разница в габаритах очень серьезная. Антон, несмотря на всю свою легкость, которую он пархает по рингам, все-таки и рост, и вес у него очень-очень большие. И именно вот тот факт, что Ронни это удается, показывает на его нероятную, конечно, техническую оснащенность в плане вот этого самого Chain Wrestling, который, может быть, знаете, не такой сземельничный, как какой-нибудь High Fly или как какой-нибудь... Кому что, кому хардкор, кому что. Вот, но тем не менее, очень креативный, очень вариативный рестлинг, потому что позволяет рестлерам, которые поменьше, держаться на одном уровне с рестлерами, которые их крупнее и технически сильнее. В этом все-таки давайте будем честны преимущества на стороне Антона. Вот он, Антон, это демонстрирует достаточно просто силой. Банально силой выходит из захватов Ронни, пытается сделать свои захваты, но Ронни демонстрирует, что в плане скорости он сможет как минимум с Антоном быть на равных, а может быть и дальше, и быстрее, и за счет этого будет пытаться реализовать свои возможности. А пока мы видим, как и наоборот. Антон вот эту ситуацию с захватом головы, с Херлоком, пытается перевернуть свою пользу, даже попробовал одно коротенькое удержание. И сейчас вот пробует немножечко побороться в портере. Все-таки давайте не забывать, что рестлинг в первую очередь, это, конечно же, борьба. Вот, и чем лучше, чем сильнее ты противника в портере, это может определить не только исход какого-то локального противостояния, но и чего-то более серьезного, потому что именно в портере решается очень и очень много, и даже мы за не такую богатую историю Нординскаун-рестлинг могли видеть, как пока рестлеры бьются на ногах, ситуация одна, как только будет переходит в портер, все очень и очень меняется. Антон демонстрирует какие-то очень сложные, очень сложные захватные моменты. Вот этот очень непонятный захват, который, если честно, даже сложно понять, на какую часть тела он ориентирован. Нерони тоже не стал, знаете, не стал особо раздумывать, просто перехватил ногу оппонента, сложил их в очень простой, очень понятный замок, из которого можно крутить все, что угодно, вот, и, в частности, забрать руки за спину, и вот такая, знаете, такая вариация лук и стрелы. Прием называется, но Антон, опять же, силой, спокойно достаточно выходит, освобождает руки, и находится, ой, какой сейчас очень тонкий психологический момент. Рони подловил Антона на вот этом запрещенном ударе в пах. Стоил Антон немножко согнуться Антона, как мимо это Рони было нужно. Антон продолжает показывать, что помимо каких-то вот этих своих физических данных, еще обладает креативом в плане захватов. Не стал он фиксировать никаких вариаций в Муджевар, просто переходит в замок руки, пытается заломить кисть, и локоть, левый локоть у Рони в фиксаторе. Небольшое, возможно, это на локотнике, у меня сегодня очень хорошо видно. Вот, возможно, это как-то может Антону помочь. И Рони действительно перехватывает инициативу, сделает, фиксирует ножницы шеи, и переводит при этом Антона в портер, на лопатки, но судья не отсчитывает при ударах. Видимо, что какое-то там пространство, одна из лопаток, одно из плечей Антона было поднято. Еще один какой-то сложный, непонятный захват от Рони. Реслеры демонстрируют что-то не очень понятное, такая позиция, знаете, как будто бы для пайлдрайвера, только сидя. Только сидя. И непонятно, что и кто хочет сделать. Вот мы переходим в ситуацию для пайлдрайвера, и Антон просто выходит и переводит все в простой эффективный чинлок, из которого ножницами выходит Рони, и из которых выпрыгивает Антон. Непонятная ситуация, полное равенство в портере продемонстрировали исполнители. А что будет дальше, пока еще абсолютно неясно. Можно сказать, разошлись в ничью в дебюте, а затем останется середина матча, и, что более важно, конковка увидим уже в самое ближайшее время, а пока рестлеры начинают в этот клинч и обмениваться ударами локтями. Рони первым подключает удар ногой, пытается запустить Антона в канаты, но не хватает силенок. Он прям показывает пальцем, что, мой чувачок, ну поимей совесть, немножечко не тем ты взялся заниматься. И как бы ни пытался Рони, как бы ни пытался он подловить момент, попытаться уплотить и запустить Антона, когда тот отвлекся, ничего не удается. А вот Антону, наоборот, это получает достаточно легко. И тут же он добавляет мощный удар с разбега, удар локтем, загоняет Рони в противоположный угол и добавляет еще один удар. Одновременно видим прыжочки с корпусом, добавляет еще и бедро, но и боком всем корпусом плющий Рони в углу. И очень, как и же таки, простой, медленный, но болезненный бэк-бадди-дроп в центре Винга. Антон немножечко позирует перед зрителями, которые всегда рады его видеть и которых всегда рад видеть он. Вот, тем не менее. Ой, как очень сразу выходит на фэккеш Пайл Драйвер, но нет, нет, Рони уже готов к этому приему. Он снова пытается захватить его и запустить в кнут, но неудачно. А вот захват за голову, вот этот снэпмейер и дроп-кик в затылок Рони удаются. Он разгоняется, раскручивает очень красивыми ножницами вокруг головы и проводит эту плюкан-рану и тут же добавляет. Вот действительно то, на чем Рони может сыграть в этом матче, это, конечно, мощный удар на гайне и действительно в голову, поскольку это не только, знаете, болезненные приемы, но и, возможно, избить противнику план на матч и заставить его импровизировать, что с чем далеко не каждый исполнитель может справиться. И словно, Рони демонстрирует кровоту мальцов, проводит еще один удар на гайне в голову, Антон падает с сатрона и Рони будет, видимо, готовить к прыжок. Он разбегается и ныряет, ныряет сальто вперед и попадает удачно. Есть несколько секунд для того, чтобы порадоваться с рестлерами, которые пришли посмотреть на этот матч. А надо напомнить, нельзя забывать, что за пределами рима этот матч Рони ничего, кроме морального удовлетворения, привести не может. Ему нужно одерживать победу на ринге, для того, чтобы тебя зафиксировал четких три удара или же болевой, то есть три удара или свои, или Антона. Закатывает Антона на ринг, мы видим, что тут немножечко поплыл. Рони выжидает. Возможно, кстати, это может сыграть ему не лучшую службу. И вот действительно, Антон не очень легко и он восстановится, поймать Рони на руки, разогнать его и провести очень простой удар ногой. Потом еще один тоже очень простой удар каленам и еще более простой, но и еще более мощный хлориат. Такой комбо, знаете, которая способна видеть дух из любого рестлера, если только его не зовут Рони Кримсон, который демонстрирует, что опыт в рестлинге это дело очень и очень важно. И вы знаете, на этих инстинктах, на каких он спасает матч, он продолжает борьбу, не дает Антону зафиксировать победу, не дает рефери досчитать до трех помадок. Антон тут же снова пробует провести свой тэппиш-пайлдрайвер, свой фирменный финишер, один из любимейших приемов его последнего времени. И Ронни вырывается, но получает лишь беды. Он пытается провести сплэш, но Ронни к этому готов. Вот действительно, опыт и подготовка к матчу сказываются. Видно, что у Ронни готов к возможным атакам Антона. И сейчас показывает очень простой, знаете, тоже прием такой из 90-х. слэн, ноги, аматы. Очень, опять же, еще раз повторю, очень простой, очень незамысловатый прием, которым рестлеры в последнее время, знаете, не то, что брезгуют, может быть, не обращают, но это особое внимание. Но, в конце концов, когда противостоишь большому и габаритому рестлеру, атаковать колени, атаковать его ноги, можно сказать, сам Бог велел, и Ронни понимает это. И то, что так же понимает это Антон, пытаясь именно сейчас активизировать свои атаки, свои потуги, как-то вырваться из захваток, потому что он понимает, что если его оставят без ноги, ну, в прямом, не прям, конечно, в смысле слова, это во много раз повысит шансы Ронни на успех. Правда, сомнительно непонятно, почему Антон никак не хотел докоснуться на канатах в этот момент, поскольку это вынудило бы рефери отогнать Ронни, но, видимо, действительно, серия атак в голову пришлась очень к месту, и Антон немножечко поплыл, и Ронни пытается реализовать эту ситуацию, он проводит несколько атак в угол, среди них, опять же, мы видим, атакуют, целятся не в грудь, не в голову, а именно в ноги. Вот, он понимает, что, сбив Антона с ног, он может, он может перекладить инициативу полностью, и тут же добавляет фирменную вот эту вот, знаете, атаку с разбега, шар для боулинга, кэнонбол. Нет, здесь удерживать, конечно, нельзя, потому что в углу, потому что под канатами Антона, и Ронни понимает, что упустил этот момент, что нужно было, конечно, сразу, реализовывать эту ситуацию, а он немножечко упустил, буквально пару-трех секунд, и сейчас, конечно, бесполезно удерживать Антона, тот своего не упустит, находясь под канатами, и находясь в полном здравии, естественно, он удержание не пропустит. Ронни тоже отходит в углу, он немножечко передохнуть, немножечко посидеть, а Антон пытается подняться на ноги, видим, тяжело ему это дает, все-таки, очень точные, очень метки пришлись и эти атаки, Ронни пытается прыгнуть, видимо, с ДДТ, но Антон ловит его и перехватывает бомбу голубой гром, но удержание снова победного не следует. Очень тоже, знаете, такой динамичненький прием, динамичненький гомос вращением, еще одно очень ленивое удержание, Антон держится за колено, показывает, что сейчас боль пойдет, знаете, уже через силу, уже через боль, Ронни вырывает из этого удержания, тоже показывает, что для того, чтобы его победить, нужно что-то более, серьезно, более креативное, Антон пока показывает пару клоузлайнов, которыми вырубает Ронни, загоняет его в канаты и проводит биббуд, биббуд, но опять же мы видим, что возможно он не такой был сильный, как обычно, поскольку держится за колено, держится за колено Антон, вот эти атаки пришлись очень и очень к месту и возможно они поменяли после всего матча, узнаем уже в самое ближайшее время, Антон забирается на третий канат, он как-то, знаете, с трудом держится, с трудом его канату держит, он прыгает со сплэшем, должно быть удержание, конечно, сейчас, нет, буквально за долю секунды до трех Ронни снова вырывается, показывая, что в этом матче все еще далеко не ясно, и рестлеры, рестлеры пытаются с трудом подняться, уже достаточно измотали друг друга, и напомним, все это после не такого, знаете, простого переезда из Москвы в Питер, не скажу же, прямо совсем изматывающего, но рестлеры проявили, перенесли вот эту дорогу, и с колес вышли на ринг, но это тоже заслуживает дополнительного уважения, сейчас Антон Ронни демонстрирует обмен ударами в центре ринга, ни один не хочет сдаваться, и матч будет идти, видимо, до самого последнего, Ронни вспоминает, что левое колено Антону уже повреждено, и наносит у него дропкик, он разбегается, и, ой, ой, проводит немецкий суплекс, от которого шея Антона буквально ломается пополам, и снова нужно, нужно сразу же удерживать, но слишком много сил на это ушло у Ронни, он даже не пробует удержания, он проводит дополнительный удар локтем в затылок из прыжка, вот, но удержание раз-два, нет, Антон сохраняется, сохраняется в этом матче, перезагрузился, все, пока он контролирует, вот, все еще в этом матче и никак не хочет сдавать его чемпионских полномочий, вынуждая подниматься Ронни на канаты и придумывать какие-то новые атаки, новые приемы, новые способы одолеть чемпиона, пока что просто дропкик из прыжка, очень просто, я вот еще раз напомню, что совершенно зря не используют очень простые старинные хорошие в смысле слова приемы, которые приносили не одному поколению рестлеров победы, и, если, упустило это, то это началось, но вот позже, что всегда соответствует антону хватает на карусель удачи, Ронни выпрыгивает из этого приема, проводит еще один удар локтем, очень внезапно была эта карусель, почти проведена и Пэкаш пал драйвер, Антон успешно проводит свой финишот, это раз, это два, и это нет, 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 Ронни был готов, Ронни был готов, а то, что я договорил, это был обмен кричанками, зрители поддерживали и Антона, и Ронни по очереди, демонстрируя, что его обоих рестеров в Питере любят, цели, всегда ждут и всегда рады видеть, Антон швыряет Ронни в угол, закидывает на третий канат, видимо он полностью перехватил инициативу, даже нога немножечко прошла, он забирается сам с Леном, практически под крышей вот этого зала, очень маленького, небольшого, но уютного, он вытягивает Ронни наверх и проводит суплекс, суперплекс, от которого многие Ронни приятно чуть не пробивают крышу этого помещения, этого зала, судья не знает, что делать, надо отчитывать, конечно же, боев, а у ринга появляются Агнар и Виктор Коба, препятствовать ничего не предпринимать, Агнар сразу нацелен, ориентирован на нападение на противника своего по шоу и ультиматум, который пройдет в конце января уже очень скоро, Антон первым бросается в атаку, получает серию ударов от Агнара в ответ, в принципе, матч можно уже остановить, и мы видим, что Ронни приходит на помощь своему сотоварищу, не дают они Агнару ничего провести, тот проводит, пытается захотить одного, что-то другого, но нет, после серии взаимных удачных, дополненных взаимных двойных атак с обоих сторон, Антон проводит пересель удачи, Виктор подок в замешательстве, и план не удался, попытка поймать Антона в ловушку не сработала, и Ронни добавляет сплэш, лягушки, Агнар повержен, наверное, впервые мы видим Агнара в таком виде, в таком состоянии, он, безусловно, не был удержан, он поднялся после сплэша, но он существенно потрясен, и повод пытается вывести своего подопечного подальше, поскольку действительно лучше это все приберечь немножечко для января, в особенности, когда первоначальный план не сработал, и Ронни с Антоном вместе, пусть вдвоем, но смогли отбиться от Агнара, а наш матч судя по всему завершен, технически это должна быть победа Ронни Фринсона по точнее Антона Дерябина, Антона Дерябина по дисквалификации и успешная защита титула, очередной успешный матч Антона в Санкт-Петербурге и, к сожалению, очередная неудачная попытка Ронни как-то одолеть Антона или, конечно, записать себе этот вот W в резюмешечку, в осешечку, в историческую статистику. Я, наверное, буду сворачиваться. Это был Алексей Красинник по микрофону. Всегда приятно посмотреть. Хороший ресторанг хорошей компании. И я надеюсь, моя компания сегодня для вас таковой была. Увидимся на ресторанге с лучшим самым. Всего отличного! Субтитры создавал DimaTorzok